Это новый 392-й Jeep Wrangler Rubicon 2022 года. Самый крутой Jeep Wrangler. В последние годы было много Wrangler, но это король среди остальных. В нем V8 с мощностью 470 лошадиных сил и начальная цена почти что в 80 тысяч долларов. Сегодня я буду его обозревать. Итак, давайте поговорим про Wrangler 392. Годами автолюбители умоляли Jeep установить V8 в Wrangler, а Jeep этого не делали, ссылаясь на регламенты по вредным выбросам и топливной экономии. Но теперь Wrangler вступили в плотное соревнование с новым Ford Bronco, поэтому наконец-то решили дать автолюбителям то, что они хотят. Wrangler на V8. V8 хеми объемом 6,4 литров с мощностью 470 лошадиных сил. И это модель Rubicon, доводящая его внедорожные возможности до максимума. Сегодня я буду его обозревать. Сперва я проведу для вас короткий обзор нового Wrangler 392, покажу вам некоторые из его интересных фишек и особенностей, затем выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. И если вы задумываетесь о покупке 392-го Wrangler или любого другого внедорожника и пикапа из США, обращайтесь в компанию Автобазар US. Автобазар — это надежный экспортер новых и БУ автомобилей с рынка США и Канады с безупречной репутацией. Больше 20 лет Автобазар помогает сосуществлением покупки различных видов транспорта клиентам со всего мира. Заходите в раздел «Спецпредложения» и выбирайте самые популярные автомобили с американского авторынка. Оставляйте заявку на расчет поставки в ваш город на странице нужной модели, и сотрудники Автобазар US отправят вам расчет в течение 24 часов. Также Автобазар профилируется на подготовке пикапов и внедорожников к оффроуд и автоэкспедициям. Загляните на сайт компании в раздел «Тюнинг», и вы найдете там большое количество законченных проектов с подробными фотоотчетами и ценами. А также, если вы еще не подписаны на YouTube-канал Автобазар US, обязательно сделайте это. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ладно, время для фишек и особенностей Wrangler 392. Я обозревал несколько версий самого нового Jeep Wrangler и Jeep Gladiator версии пикап, поэтому не буду рассказывать в этом видео про каждую деталь, но расскажу про особенные для 392-го штуки, начиная с двигателя. Наконец-то, в Jeep Wrangler V8. Автолюбители просили этого годами, а неофициальные компании делали это годами, но сами Jeep никогда до этого не устанавливали в Wrangler V8. Последний раз, когда они это делали, был в конце 70-х, когда Wrangler назывался CJ, и тот V8 выдавал около 150 лошадиных сил. С тех пор ничего подобного не происходило, так что это важное событие. Этот V8 объемом всего 6,4 литра. Из моделей SRT Dodge и Chrysler. Это не Hellcat-овский компрессорный V8 из Hellcat Charger и Challenger. Установи они сюда тот, это было бы безумием, плюс он все же выдает много мощности, даже в таком виде, 470 лошадиных сил. Для Jeep Wrangler это очень мощный показатель. Ладно, чтобы доставлять в этот двигатель воздух, на капоте находится массивный воздуховод. Вот он. Он функционален и нужен, чтобы питать эту массивную силовую установку воздухом. С внутренней стороны капота он подписан как гидрогайд. Я так думаю, потому что, кроме всего, он разделяет воздух и воду, чтобы в двигатель попадал только воздух, а вода попадала куда-то еще. Если вы соберетесь пересечь реку на высокой скорости, то не повредите двигатель. Вот такой массивный воздуховод на капоте. Что до характеристик этого массивного двигателя, до сотни он едет за 4 с небольшим секунды, что соответствует разгону до сотни Мустанга GT, а четверть мили он проедет за 12 с чем-то. Это стоковый джип Рэнглер. Забавная часть заключается в том, что его максимальная скорость ограничена 180 километрами в час. И это из-за резины. Не часто встречаются автомобили, которые едут до сотни за 4 с небольшим, и четверть мили за 12, но при этом ограничены 180 километрами в час. Но вседорожная резина не рассчитана на более высокие скорости, так что вся его суть в ускорении и показухе, а не в езде на максимальной скорости по автобану. И к слову про эту вседорожную резину. Давайте секундочку о ней поговорим, поскольку она огромная. По факту, она крупнее, чем обычная резина, которую вы получите в стандартном Рэнглере 392, поскольку в этом 392-м есть пакет Extreme Recon для большей внедорожной проходимости. Таким образом, резина в нем еще больше. Как видите, очень массивная. Пакет Extreme Recon стоит около 4 дополнительных тысяч долларов и включает в себя не только большие покрышки, но и диски с бэдлоками. Что значит, эти диски соединены с резиной, что важно для серьезного бездорожья и езды по камням. Так резина точно не слетит с дисков в экстремальных обстоятельствах, такие диски с бэдлоками ставятся только на самые серьезные внедорожники. Вроде этого. Также экстремальный пакет Recon включает в себя дополнительно приподнятую подвеску. Я сказал дополнительно, потому что стандартный 392-й уже на 2 дюйма выше стандартного Рэнглера, благодаря амортизаторам Фокс, которые завышают его для большего хода подвески. Но с пакетом Extreme Recon вы получите дополнительные 38 мм для еще большей проходимости по бездорожью. Так что эта тачка проедет где угодно. Но в любом случае, далее, помимо пакета Extreme Recon, переходим к другим интересным фишкам и особенностям. Во-первых, резина настолько массивная, что не умещается под его и так огромными крыльями. В результате чего, джип пришлось закрепить на арках вот такие пластиковые щиты, чтобы прикрыть резину для соответствия регламентам. Такие есть спереди и сзади. А это хороший признак того, что вы смотрите на один из таких с массивной резиной. Ладно. Другие улучшения 392-го в сравнении со стандартным Рэнглер. Во-первых, в нем получше тормоза, и, вероятно, это хорошо, поскольку он намного быстрее, а также тяжелее обычного Рэнглера. Также в нем усилена рама. И подозреваю, что джип так сделали, поскольку знали, что люди будут ездить в этих тачках по бездорожью быстро, поэтому вам понадобится рама покрепче, чтобы она не погнулась, пока люди будут на беженых скоростях влетать на кочки и камни. Также стоит отметить, что 392-й предлагается только в четырехдверном кузове. Вы не получите двухдверную модель, и, вероятно, это хорошо, поскольку столько мощности с колесной базой поменьше было бы настоящим безумием. Только четырехдверный. Далее, вот еще несколько интересных вещей насчет 392-го. Во-первых, как видите, диски окрашены в такой как бы бронзовый оттенок, так только в 392-м, поскольку бронзовый — это как бы цвет 392-го, и некоторые акценты и элементы его отделки выполнены в бронзовом цвете. Например, передние буксировочные крюки — бронзовые. И то же самое с шильдиками этого автомобиля по бокам. Шильдик, джип и трейл рейтед — бронзовый, чтобы отметить тот факт, что это 392-й. Интересно, что если вы не знаете про этот бронзовый цвет, вы можете и не понять, что стоит рядом с 392-м, а не со стандартным Wrangler Rubicon. На нем не так много шильдиков. Есть шильдик 392-го на капоте, на этом выступе для воздушного впуска, но кроме него, этих бронзовых акцентов и массивной резины отличительных знаков больше особо и нет. Ладно. Сзади у него четыре выхлопные трубы. Такое тоже есть только в 392-й модели. Но они как бы скрыты, не то чтобы прямо у вас на виду, как это делают в некоторых заряженных машинах. Здесь они как бы направлены вниз. Вы можете их и не заметить, но даже хоть он и не такой прям показушный, как другие подобные выхлопы, звучит он определенно хорошо. Послушайте сами. И далее мы перемещаемся внутрь 392-го Wrangler, где опять-таки не так много отсылок к тому, что это 392-й, не так много особенных для него вещей. В нескольких местах есть бронзовая строчка. Вот она на сиденье, как видите. То же самое на руле, еще бронза, а также ручник и селектор передач, рычаг полного привода, все прострочены бронзовым цветом, чтобы напоминать вам о том, что это особенный цвет этой машины. Также бронзовая строчка есть на сидениях. Там вышита Rubicon 392, для напоминания о том, в какой именно вы машине. Но это только на передних сидениях, на задних такого нет. И в остальном больше никаких отличий 392-го здесь нет. Этот факт, на удивление, не заметен. Особенно учитывая, что это как бы продукт Крайслер и джип. Одна интересная штука насчет этого автомобиля. Здесь нет режима двухколесного привода. Нельзя переключиться на задний привод, чтобы делать на Рэнглере ошламляющие бёрнауты. 392-й может быть только полноприводным. А этим рычагом, если понадобится, можно переключиться на пониженную передачу для бездорожья. А также здесь есть блокировка дифференциалов переднего и заднего, ведь это же Rubicon. Его внедорожная проходимость улучшена. Ладно, вот несколько других фишек здесь, связанных не только с 392-м. Во-первых, крыша. Очень-очень крутая особенность этой машины. Как видите, она не чёрная, не в цвет с автомобилем, и вроде не пластиковая. И это потому, что это массивный люк. Джип знает, что большинству покупателей таких нравится задумка с внедорожниками без крыши, а также знает, что большинство предпочитает жёсткую крышу из практичности и на случай холодной погоды. Поэтому они сделали оба варианта. Это жёсткая крыша, но с гигантским люком. Нажмите на эту кнопку, и он откроется над передним и задним рядом, автоматически создав полноценное ощущение езды на открытом воздухе. Это круто. Но также вы можете вернуть крышу назад. Таким образом, теперь нет нужды снимать жёсткую крышу. Это может оказаться непросто и затратно по времени. Для создания ощущения езды без крыши вы получите вот такой массивный люк. Это особенность ренглера, мне очень нравится. И, само собой, другая фишка, которая мне нравится в этом ренглере, множество пасхалок по всему салону. Например, сверху на рычаге передач изображён джип. Джип взбирается на лобовое стекло, довольно круто смотрится. В климат-контроле на кнопке с рециркуляцией воздуха изображён джип, а не какая-то случайная машина. И то же самое с этой кнопкой внедорожного круиз-контроля. И каждый раз, заводя 392-й, вот это небольшое видео, джип будет проигрываться на центральном экране приборной панели вместе с маленьким джипом, проезжающим по нижней части экрана. Это довольно крутая небольшая фишка. Мне нравятся все эти небольшие пасхалки джип, интегрированные в эту машину. Они делают её по-джиповски особенной. Одна последняя крутая в этих моделях ренглер штука, стоящая упоминание, вот эта небольшая сумочка, на которой написано джип. Она идёт с каждым ренглером, и в ней находятся инструменты для снятия дверей. Снятие дверей ренглера — это очень простой процесс, который делается с помощью этих инструментов. Это делается намного проще, чем в Форде Бронко, там с этим посложнее. В общем, все инструменты для снятия дверей находятся прямо здесь. Ладно, далее пришло время водить 392-й. Безумная вещь насчёт этого автомобиля, первая безумная вещь, которая сразу становится ясна, как только вы его заведёте и услышите его. Ну, просто обычный ренглер таких звуков не издаёт. Это не то, чего ваш разум ожидает услышать от ренглера. Звук этого большого V8 — это безумие. Но по-настоящему безумная штука происходит, когда вы нажимаете педаль в пол. Блин. И забавно то, что он не кажется прям очень быстрым. Он, очевидно, шустрый, но не то, чтобы до безумия. Для того, чем он является, ощущается очень быстрым. Ну, для ренглера. И звук совершенно превосходен. Грандиозный звук. И брутальное для этого автомобиля ускорение. Чувствуешь себя из-за этого... Немного не уверенно, на самом деле. Я немного на нём поездил, и если втопить посильнее, особенно в поворотах, он вселяет не так много уверенности. Определённо немного нервничаешь. Рад, что они не сделали такое с двухдверным, потому что, думаю, получился бы отличный рецепт для катастрофы. Как и здесь. Люди будут делать с ним много безответственных вещей, даже модифицировать эти двигатели, увеличивая мощность. Ладно, это не значит, что он плохо едет. На самом деле, всё не так. Едет он, по-моему, вполне неплохо. Он даже может немного лучше, чем обычный Рэнглер. В8 очень мягкий, и он вроде как вселяет немного больше... Не могу сказать уверенности, поскольку если втопить, то это будет последним, что вы почувствуете. Он кажется немного более, не знаю, крепким и приклеенным к дороге. В нём есть чуть больше такого ощущения. Всё равно это не Геллендваген или новый Дефендер, не банковское хранилище. Но этот автомобиль тоже неплохо ощущается. Ну ладно, 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 это довольно круто. Довольно круто, я согласен. В любом случае, по-моему, главное веселье этого автомобиля, очевидно, наступает, когда вы жмёте газ, чтобы выяснить, что он может на дороге и на бездорожье. Очевидно, важно ещё то, что все уже в курсе, что на подходе Бромко Раптор. И это довольно забавно, джип всегда отрицали, что будут устанавливать в Wrangler V8 или что-то подобное, я думаю, что их на это в какой-то мере подтолкнул Бронко, типа, эй, джип, наконец-то у вас есть соперник, пора бы уже что-то сделать, чтобы как-то подбодрить народ, и очевидно, это одна из вещей, которую они сделали по этой причине. Новый Бронко круче Wrangler, это все знают, очень захватывающий особенный автомобиль, а версия Raptor, вероятно, будет еще безумнее. Но круто, что они как бы подтолкнули на этот джип, потому что, если вы любите Wrangler, то это невероятная тачка. Честно говоря, пока не в топе, что он больше похож на обычный Wrangler. Я думаю, с V8 у вас будет немного больше стабильности, немного больше уверенности, когда в машине больше мощности. Это всегда помогает, вы быстрее можете кого-то объехать, если вдруг будет какое-то препятствие и прочее. Но помимо этого, и звука, ну знаете, внутри, едет по большей мере, как и обычный Wrangler. Главный, на мой взгляд, недостаток, это расценки. Я ранее говорил, что цены на них начинаются где-то от 77-76, но с опциями вы дойдете до 80 с половиной. С наценками цены могут доходить до 90, я думаю. И это огромное количество денег для джипа Wrangler. Сколько бы лошадиных сил в нем не было, особенно поскольку уже было сделано множество качественных нештатных свапов на V8, которые будут дешевле. Но многие люди пойдут именно этой дорогой, я их не виню. Это штатный заряженный Wrangler. В нем будет мощность спорткара и внедорожные возможности джипа. Определенно, это что-то особенное. Но придется за это заплатить. Итак, это джип Wrangler Rubicon 392. Это впечатляющий автомобиль с безумной мощностью. Но также это больше 80 штук за джип, а это очень много денег. Особенно, когда на подходе новый Bronco Raptor. Все же, если вам нужен лучший джип, это он. И теперь пришло время оценить Wrangler 392 по шкале Дага. И вот шкала Дага. 62 из 100, что размещает Wrangler 392 в отличную компанию среди соперников. Это лучший Wrangler в истории. Он совмещает в себе ускорение спорткара и проходимость серьезного внедорожника. И, по-моему, он более занятный, чем Raptor или TRX. И более проходимый. Главные недостатки 392-го Wranglera это расценки. Они слишком высоки, особенно учитывая, какие в наши дни делают наценки. И учитывая то, что внешне он не так уж и отличается от обычного Wrangler. Что, на мой взгляд, ошибка. Отчасти причина, по которой Раптор так успешен в его могущественной внешности. Но все же 392-й Wrangler превосходен. С компромиссами, недостатками, плохим расходом. Но совершенно превосходен. Продолжение следует...